Продолжение следует... И другое задание наставника Липска – завести шиток и записывать мамины примолки, каски, погаданни, колыханки, песни мамины, может быть. Понимаете, запишите. У Слонями побывал ведомый белорусский письменник Владимир Липский, который много годов означает детячий часопись «Веселка», автор около 70 книг. У школы города письменник провел уроки «Читаем по белорусску с волкомом», в аминавитах эта кампания посприяла вандроцы письменника по краине. В средней школе номер 5, где Владимир Липский провел черговый урок с молодшими школьниками, мы попросили письменника рассказать об мэте его приезда у Слоням. Ой, первое за все – с устрететься с детьми. Для меня это самое важное – бачить в очи детей, чуть их, и их реакцию, и относить до слова белорусского, до литературы детячей. Я люблю ездить, мое житие в дороге весь час. Поэтому я за довольнением принял пропанового лкома и езжу с ними на уроки белорусской мовы. – Белорусская мова, на жаль, не так котируется, как русская и новоанглийская. Вы ездите в Белоруссию. Все-таки какой бог, какая динамика относится до белорусской мовы? – Да, конечно, что вот так склались и относятся до белорусской мовы. Але я с великой верою живу, что мы, белорусы, отбудуем свою незалежную, суверенную республику и мову. Без мовы не тяжко уявить нацию. Поэтому для того, чтобы все-таки была суверенная, незалежная Беларусь, повинна быть и мова. И она будет жить. Я меркую это по веселце, я керую уже 38 годов. На сегодняшний день веселка по белорусскому мая тираж 11 тысяч. Это в основном по подписке. Значит, она идет у семью. Значит, читаете ее мама, тата, хочешь не хочешь погортавить, поглядят дети. И таким чином можно наш тираж множить на 4, на 5. Есть вера, есть надея. Мы у редакции створили новый часопис для дошкольников, который называется Буся. Вот в 3-й год мы выпускаем сами этот часопис за свои сродки. Мы не берем дотации у державы, хотя могли бы брать. Мы обходимся сами. Проводим много встреч, много мероприемств. Вот мне хотелось бы, чтобы каждая семья читала веселку, чтобы она была там. И это будут первые уроки белорусской мовы. Мова мелодичная, музычная, напевная. На другом месте после итальянской помилогучности. Да, на другом месте, абсолютно. А еще ученые доказывают, что она самая ближе к старославянской мове. И она как полмник культуры нашей мовы. Поэтому, мне кажется, обовязок у всех нас, батьков, дорослых, журналистов, письменников, науковцев, все сделать, чтобы эта мова была в осеротку наших жизнях. Вы, как письменник, человек, который ведет добро белорусскую мову. Скажите, как вы ставите себя до такой, на мой взгляд, проблемы? Год культуры, год белорусской культуры. Что мы чуем? По всех каналах радую, а кроме только белорусского первого национального канала. Чую культуру там пропагандуют? Там нема ни одной песни на русской и белорусской мове, на наших державных. Все, как кажется, поплазкое. Ну, мне тяжко дать оценку, как проходит год культуры в Белоруссии. Но сам факт уже, что мы объявили этот год культурой. Мы скированы и Министерство культуры, и все отделы. И робится многое по ошанованию памяти, юбиляров, письменников. Первое, что я вот ведаю, выставов много. Ну, робится, может быть, не так, как хотелось бы, у яким активным руху. Але робится многое. Давайте все мы разом. Не кивать на некого. А что я зарабил в этом? А что мы зарабили? Газета, телебачение. Вот так мы ставимся в нашей веселце, поверьте. Ставим, первое, что мы зарабили? Мы зарабили новый часопис. Мы тримаем терраж. Мы открыли музей веселки. У нас за год было пять тысяч детей из всей Белоруссии. Мы сами рухаемся к ручейке, ездим, посустрякаемся. Вот и вы бачили сегодняшнюю встречу с детьми. Это конкретная праца. Давайте все мы разом будем працевать на нашу национальную идею. Мы просто недооцениваем истории нашей, культуры, мовы нашей. Мы великая нация, богатейшая. Я пишу зараз великую историчную речь. Я переконываюсь, я переконываюсь, все больше. Мы повинны еще открыть на ново нашу Белорусь, ей историю. Вот я теперь пишу книжку «Оповесть с поверью. Моя Беларусь». Читайте в 11-м номере Белой Вежи. Я обнародую там первые разделы этой книжки. А ты что? Что? А, ты что, новый сот? Вот это так. Ну, дякую вам. Я хочу на последок что показать. Как мы с вами сустрялись в Минску, в Веселке. Как вы писали нам, какую выписывали в Веселку. Давайте все права. Я хочу, чтобы вы были здоровенькие, как вспомнились все бахты-мары. Письменник рассказал детям про свой род. Как склав он генеалогичное древо аж до 17-го колена. И пораев детям, как подчеркнулись они про своих родных, откуда пошло их прозвище и про многое иншее. Атмосфера была небыта у казцы. Выступовца был в роли наставника и зачаровал детей. Не выпадково, у канцы сустречи в учни выставили от знаку наставнику 10. Родная мова гучала. И она казочно пригожая и мелогучная, як и наша белорускость.